Всем привет! Меня зовут Алена и в этом видео мы поговорим о кистях для макияжа. Я расскажу о своей коллекции, а также сегодня будем вместе с вами их мыть, дезинфицировать и сушить. Я вам покажу очень интересный и особенный метод сушки кисточек у себя дома. Ну что, давайте приступим. Первая кисть, которая у меня появилась в коллекции, это вот эта вот черная. Она из натурального ворса. Я покупала ее давным-давно в Еве. Она вообще какого-то неизвестного бренда, очень плотно набитая. И в общем-то с нее у меня началась любовь к косметике. Следом за ней появилась еще одна неизвестная кисть. По форме она более похожа на растушевочную. Это тоже натуральный ворс, кажется это белочка. Но честно скажу, за натуральным ворсом намного тяжелее ухаживать. И как по мне, он немножко покалывает на глазах. Этим двум кисточкам уже более четырех лет. И как видите, они отлично держат свою форму, не линяют. И можно сказать, что эти две малышки это основатели моего канала на YouTube. Потом у Сереги на 8 марта я попросила подарок в виде набора кистей. Для меня это была какая-то мечта. Мне казалось, это все, что мне нужно для счастья. Я выбрала вот такой вот набор от фирмы BH Cosmetics. Набор называется Eco Brush Set. Если хотите, у меня есть отдельный обзор на него. Я ссылку оставлю внизу. Кисти с неимоверно мягким синтетическим ворсом на бамбуковой ножке. И в комплекте они были с таким льняным чехлом. И честно скажу, сейчас они остаются моими самыми любимыми. Здесь есть все. От крупных кистей для румян и пудры до самых маленьких для нанесения помады. Плоские, ровно подстриженные, скошенные, вот такие вот бочоночком. Две растушевочные пушистые кисточки. Благодаря вот этой растушевочной кисти с длинным ворсом у меня началось понимание самого процесса растушевки теней. Единственное, вот эта вот плоская кисть для тональной основы. Я ее испортила домашними масками, но тем не менее продолжаю ею пользоваться. За три года использования ни одна волосинка с них фактически не упала. Отлично моются, вообще не теряют формы и мега мягкие. А дальше у меня началась зависимость от Алиэкспресс. И я прям очень захотела себе еще один набор кисточек. Мне вроде бы все хватало, но чего-то все-таки нет. Остановилась я на вот таком вот наборе. Он стоил очень дешево, какие-то символические деньги за такое количество кисточек. И они шли вот в такой вот металлической коробке. Как видите, это реплика или подделка, называйте это, как хотите. Конечно, это синтетический ворс, и они не так качественно сделаны и набиты, как кисти с предыдущего набора. Но они очень мягкие. Мне нравится здесь вот эта вот пушистая кисть для румян. Классные плоские кисточки, просто идеальные. Но все-таки здесь не хватает нормальных растушевочных пушистых кисточек. Здесь есть пару кистей одинаковой формы, скорее всего для количества. Но в целом здесь деревянная ножка, она коротенькая, их удобно брать с собой. Они хорошо моются, и в общем-то можно рекомендовать. Последний свой набор кистей я получила совсем недавно в посылочке с Китая. Это, по-моему, реплика кистей от EcoTools. Те, которые дорожные, с деревянной ручкой, в льняном чехле. Честно скажу, я не понимаю, какой в нем смысл, потому что, ну, в него не влазят кисти. О кисточках. Очень мягенький, просто мягусенький синтетический ворс. По качеству похожи на мои BH Cosmetics, те, которые с зелеными ручками. Единственное, они так аккуратно подстрижены, и где-то поодиноко торчат длинные волоски. Но, в принципе, это не критично. Их можно подстричь под нужный уровень. И в итоге у вас получатся мега-бюджетные, классные кисточки для макияжа. Вот это вот маленькая кабуки с коротюсенькой ручкой. Очень классный дорожный вариант. Единственное, немножко помялась при транспортировке. И вот эти вот две кисточки для макияжа глаз. Одна растушевочная, вторая лопатка просто идеальна. Растушевочная практически один в один с BH Cosmetics. Но только такая, baby size. Кстати, хорошие варианты кистей есть в художественных магазинах. И в магазинах с товарами для маникюра. Вот, например, вот эта вот малютка отлично подойдет для проработки мелких деталей в макияже глаз. И последняя, но самая моя любимая и самая моя удачная кисть с Алиэкспресс. Это вот такая вот плотно-плотно набитая кабуки. Очень мягкая на ощупь. Она идет для пудры. И прячется в такой вот чехол. Сверху закрывается крышкой. И можно ее носить с собой в сумочке или хранить на полке. Она не будет пылиться. Это очень удобно и гигиенично. На сайте она стоит сущие копейки и есть в абсолютно разных оттенках. Обязательно ссылку вам оставлю внизу. Ну что, со всеми кисточками мы уже познакомились. И сейчас время их купать. Для этого мне понадобится теплая вода. Лучше кипяченая. Она мягче. А также средство для мытья посуды. У меня вот такой вот бальзам. Он очень мягкий и подходит даже для мытья детской посуды. В составе масло ромашки. Короче, все самое лучшее кисточкам. И так как я решила отнестись к купанию максимально серьезно, я решила сегодня продезинфицировать все свои кисточки. Для этого нам понадобится какой-то антибактериальный компонент. Если у вас все синтетические кисточки, можно добавить пару капель спирта в эту воду. Но я все-таки предпочитаю максимально мягкий моющий состав. Поэтому предлагаю добавить или вот такой вот гелевый дезинфектор для рук. Он на спирте, но со смягчающими компонентами. Или же если у вас натуральные кисти, или вы их очень сильно любите, как я, можно взять вот такое вот масло чайного дерева. Оно тоже идет с антибактериальным эффектом. Потому что любая из кисточек у нас непосредственно контактирует с кожей. На себя собирают всякие бактерии, остатки кремовых текстур, тональных средств и так далее. Так как это жирная влажная среда, там очень сильно любят размножаться всякие бактерии. И потом при следующем контакте с кожей они способны вызывать раздражение, прыщики и так далее. Для того, чтобы хорошенечко вымыть ворс кисточки, я буду использовать вот такое вот резиновое яичко с Алиэкспресс. Оно так и называется Brush Egg. Стоит пару центов. И есть оно в разных цветах, в разных размерах. Я взяла вот такое вот маленькое, которое надевается на два пальчика. Оно, видите, здесь как будто рифленое. Это очень дешевая, но очень нужная вещь. Вот поверьте, для любителей макияжа это просто все. Но если у вас нет возможности ее купить, не беда. Можно взять обычную вот такую вот мочалку для посуды. Одна сторона здесь мягкая, вторая жесткая. И в принципе она тоже неплохо очищает кисточки. Ну что, наш состав готов. Я беру кисточку и держу ее максимально вертикально. Для того, чтобы вода не затекала в основании кисти. Там у нас клей, который держит ворс. Если мы его размочим теплой водой, она просто начнет ползти. Поэтому нужно стараться, чтобы зануривать ее как бы до половины. Этого будет вполне достаточно, чтобы нормально ее вымыть. Вожу кисть круговыми движениями, беру свою варежку и начинаю тереть. Опять же круговые движения, видите сколько пигмента с нее вытекает. Сильно не давим, просто рисуем как будто круги. Можно подвигаться зигзагом. Маленькие кисточки будем мыть на пупырышках, так будет удобнее. И повторяем и повторяем эту процедуру для каждой из кисточек. Как видите, моя вода очень сильно испачкалась. И я решила набрать новой теплой водички. Добавляю туда все того же моющего средства для посуды. И на этот раз я буду ополаскивать как бы каждую из кистей. Чтобы просто убрать остатки от косметики. Просто пару раз макаю кисточку и даю ей полежать. Как видите, и эта вода уже изрядно так загрязнилась. И сейчас я буду финально их споласкивать под проточной водой под краном. Каждую кисточку отдельно. Но обязательно я буду держать ее ворсом вниз. То есть чем вертикальнее, тем лучше. Для того, чтобы опять же туда не попала вода. Ну что, кисточки уже чистенькие. Я их выложила на такое вот уютное махровое полотенечко. Пусть немножко отдохнут. Отдадут излишки влаги и воды. Можно их сушить в таком виде. То есть горизонтально на полотенечке. На Алиэкспресс, кстати, есть специальные подставки для сушки кистей. Если хотите, я вам оставлю ссылку внизу. Но я нашла в интернете очень интересный. И мне кажется, довольно эффективный способ сушить кисточки. Итак, в идеале нам нужно, чтобы кисточка была вниз ворсом. Чтобы с нее стекали остатки воды. У себя над раковиной я нашла вот такую вот полку. Где у меня стоят всякие моющие средства, порошки и так далее. Но мне понадобится не она, а вот эта вот маленькая и тоненькая проволока. Если у вас нет такой, в принципе, можно использовать бельевую веревку. Которая у вас на балконе, например. Итак, я беру кисточку. Ставлю ее вертикально ворсом вниз. И беру резинку для волос. Да, в данном случае у меня вот такие вот прозрачные. Можно взять любые, которые у вас есть. Резинку я продеваю через вот эту вот проволочку. И в образовавшиеся два колечка я цепляю кисть. Вот и весь фокус. В таком положении они у меня будут сушиться. Повторяю эту процедуру со всеми из кистей. И оставляю ее в таком положении на ночь. На утро они будут чистенькие, свеженькие, сухие и готовы к использованию. Надеюсь вам это видео было полезным или интересным. Если это так, не забывайте поставить пальчик вверх. Внизу под этим видео. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok